Сотни учителей по всей России могут отправиться за рубеж. Весеннее равноденствие. Что это за день? Волков боятся. В лес не ходить. Или ходить. Весеннее равноденствие. Весеннее равноденствие. Ирина Терентьева награждена орденом Дуслык. Ирина Терентьева отмечена за многолетнюю плодотворную работу на благо республики и активную общественную деятельность. Что я испытала, конечно, во-первых, я не ожидала. Ну, естественно, если я не ожидала, то чувство волнения, это первая волна, потом приходит осознание. Это на самом деле, я считаю, очень высокая награда. Очень высокая награда. И слово Дуслык, слово дружба, как мои коллеги говорят, что это просто легло на меня, на мою деятельность. И я думаю, что это оценивается прежде всего и тот период, который был, если назвать коротко, становление сувендиета республики Татарстан. И вся деятельность, которая была тогда у меня связана с межнациональными вопросами, с тем, значит, качеством, что ли, или работой, которая была как связующая между президентом и общественностью. И поэтому вот это все, это вклад, наверное, вот в это слово дружба. В Казанском федеральном университете презентовали гуманитарный проект, направленный на популяризацию русского языка и общеобразовательных предметов за рубежом. Ключевые его герои – педагоги, которые желают обучать школьников со всего мира. Подробнее о том, как заниматься любимым делом, популяризировать отечественное образование и путешествовать, расскажет Карина Саяхова. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета представили проект «Российский учитель за рубежом». Презентовала его Анастасия Сакаева, руководитель Центра русского языка Министерства просвещения Российской Федерации. Это гуманитарный проект, в рамках которого педагоги из России преподают русский язык и общеобразовательные предметы в зарубежных школах. Занятия ведутся, конечно, на родном для нас языке – русском. Поскольку проект достаточно популярный, у нас те учителя, которые заходят в проект, как правило, в нем остаются. У нас редко бывает тенденция, когда человек приходит, учитель в проект, и через год у нас срочный трудовой договор, и, как правило, учителя всегда пролонгируют. Да, в этом году мы расширяемся, и у нас будет 640 учителей. Поэтому уже в новом учебном году, с сентября, в странное, в ближнем, в дальнем, в Зарубежье, отправится 640 российских учителей. Мы, со своей стороны, даем выпускникам возможность, шанс поработать на международной арене, получить колоссальнейший опыт, и сразу на входе даем им прекрасную заработную плату. Таким образом, у них появляется интерес, сопровождение с нашей стороны методическое, и возможность, когда они вернутся в регион, если захотят, они уже будут абсолютно конкурентоспособны, они уже будут опытные, и они останутся в профессии. Проект зародился еще в 2017 году. Тогда попробовать себя в новом амплуа отправились 49 педагогов русского языка и литературы. Сегодня география охватывает уже 11 стран и всю линейку общеобразовательных программ. В 2023-2024 году подключаются еще 4 страны. Выразили готовность к просвещению своих учеников еще 5. Центрально-Африканская республика, Джабути, Экваториальная Гвинея, Бахрен и Венесуэла. Когда он только начал реализовываться, у нас была только республика Таджикистан, и туда отправились учителя русского языка и литературы, их было только 49. Из года в год популярность росла, наши учителя показывали высокий профессионализм. Нашим иностранным партнерам понравилась эта тенденция российских учителей на их территории образовательных организаций. И на сегодняшний день, сегодня в школах у нас реализуется вся линейка общеобразовательных предметов. Безусловную важность этого проекта отметил и проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Альшев. По его словам, российское образование по праву считается одним из лучших в мире. Наши специалисты востребованы абсолютно в любой области, даже самый труднодоступный. Большое количество россиян, граждан Российской Федерации, и не только граждан, а те, кто причисляет себя к русскоязычным, скажем так, людям, проживает за пределами Российской Федерации, с одной стороны. С другой стороны, есть граждане других стран, которые тоже заинтересованы в получении школьного российского образования, потому что оно ценится, оно считается очень качественным. И мы видим это на самом деле. Это не только мнение, это факт высокого качества российского школьного образования по различным международным сравнительным оценкам и так далее. Учителя, отправившиеся за границу, чтобы просвещать молодое поколение, осуществляют ряд задач, помимо основной педагогической деятельности. Это и внеучебная активность, подготовка к олимпиадам, культурно-просветительская работа и, конечно, подготовка к поступлению в высшее учебное заведение России. Но с этим, как правило, трудностей никогда не бывают, ведь быть педагогом – это призвание. Карина Саяхова, Николай Осуховский, Универ Новости. Весна – переходный сезон, когда становится заметно увеличение светового дня, повышается температура окружающей среды и активизируется природная деятельность живых существ. Весеннее равноденствие, когда день и ночь равны по продолжительности, является одним из ключевых моментов в переходе от зимы к весне. Это время, когда силы света и тьмы уравновешиваются, а природа готовится к новому циклу жизни. Подробнее в сюжете – мои коллеги. В день весеннего равноденствия, который в этом году приходится на 20 марта, миллионы людей по всему миру отмечают официальное начало астрономической весны. Согласно древним представлениям, эти сутки считались днем прихода весны, еще до изобретения календаря. Благодаря наблюдениям за светилами, когда Солнце находится ровно в зените, ложится на западе, а встает прямо на востоке, древние люди понимали, что Земля перешла на новый рубеж. В действительности день равноденствия – это период, когда продолжительность дня и ночи практически одинаковая. Дело в том, что по той причине, что Земля по орбите движется вокруг Солнца, нам кажется, что Солнце в течение года описывает большой круг по небесной сфере. Этот круг называется эклиптика. Так вот, на эклиптике существует четыре основных точки. Первое – это день летнего солнцестояния 22 июня. Затем день зимнего солнцестояния, который немножечко смещается 22-23 декабря. И две точки весеннего и осеннего равноденствий. Равноденствие происходит, когда полушария Земли не наклонены по направлению к Солнцу. В результате Солнце находится прямо над экватором, и оба полушария получают почти равное количество солнечного света. После весеннего равноденствия соответствующие полушария наклоняются ближе к Солнцу, что приводит к увеличению светового дня, более ранним восходом и более поздним закатом. Момент равноденствия, эклиптика и небесный экватор пересекаются. Таким образом, равноденствие является результатом геометрии и движения Земли относительно Солнца. И это явление имеет глубокие астрономические корни, которые влияют на смену времен года и длину дня и ночи на планете. Световой день стал все больше и больше увеличиваться. И вот сегодня как раз то время, когда происходит такое событие, что день равен ночи. Это и есть как раз день весеннего равноденствия. Дальше будет следующая картина. Световой день все будет больше и больше увеличиваться. И соответственно уже 22 июня это будет самая длинная такая продолжительность светового дня. Но я хочу отметить, что как раз в это время наблюдаются белые ночи в Санкт-Петербурге. Всем желающим плюс-минус две недели в это время надо туда съездить для того, чтобы все это зафиксировать. День весеннего равноденствия отмечают с древних времен, еще до того, как явления дали научное объяснение. На Руси весну встречали с радостью и ликованием. В домах накрывали праздничный стол и устраивали шумные гуляния. В этот день готовили различные угощения, например печенье в форме птиц, а вечером жгли костры. Но стоит отметить, что день весеннего равноденствия имеет свое влияние на погоду. С этого момента продолжительность светового дня будет значительно превалировать над ночью. А соответственно есть большая вероятность повышенной скоростью таяния снега. Важно отметить, что есть и обратный фактор. То, что у нас сейчас очень много снега, снег имеет очень высокое альбедо. Альбедо – это характеристика отражаемости. То есть сам факт наличия снега гарантирует больше половины отраженной радиации. Таким образом эта радиация не нагревает нашу поверхность, а отражается обратно. И таким образом не способствует повышению температуры. День весеннего равноденствия – это особенный момент в году, когда день и ночь встречаются на полпути, символизируя баланс и гармонию в природе. Весеннее равноденствие является временем перемен, переходом от зимы к весне, от тьмы к свету, от покоя к возрождению. Этот день напоминает нам о важности равновесия и уважения к природе, о необходимости стремиться к гармонии в нашей жизни. Ангелина Селостянова, Универ Новости. Люди не замечают, как проживают дни с постоянным чувством тревоги, вызванным страхом и переживаниями. Девушки избегают прогулок в темных подворотнях в вечернее время. Бабушки привыкли сидеть в ожидании и беспокоиться о внуках и детях. Но бывают и более тяжелые страхи, которые не поддаются разумному объяснению. В следующем сюжете мы расскажем, чем страхи отличаются от фобий и нужно и можно ли их перебарывать. Все мы чего-то боимся. За свою жизнь, за жизнь близких. Такие страхи естественны, потому что они меньше влияют на качество жизни человека. Фобия же нездоровый страх, который зачастую может мешать размеренной жизни и приносить неудобства. Так, при агрофобии и социофобии люди боятся выходить из дома. При неофобии избегают перемен, а при клаустрофобии – лифтов. Получается так, что человек сознательно ставит в себе ограничения. Еще раз говорю, есть причины конкретные, при которых страх будет иметь место у всех. А есть уже такой тревожный психотип, который начинает страдать. И страх является триггером, а потом уже возникают беспричинные страхи. Этот психический след прокручивается, возникает невроз навязчивого состояния. И причинами могут быть, с одной стороны, психотип, то есть тревожный психотип. У человека может быть определенная психоистория, определенная психотезиологическая конституция. Он более тревожный, он мнительный. Ну, например, есть меланхолики. Можно сказать, что фобия и страх – наша реакция на предполагаемую угрозу. Нас одолевают душевные смятения и беспокойство, когда мы чего-то боимся. Поэтому мы равны как перед нашими страхами, так и перед фобиями. Если копнуть глубже, становится понятно, что фобия – патологический разновидный страх, который выражается в более болезненном состоянии. Фобии возникают в результате сильного испуга, который чаще всего человек мог пережить в детстве. И нередко фобия не связана с действительной опасностью для жизни. Ну, если говорить уже о страхах, вызванных просто заниженной самооценкой, повышенной тревожностью, да, то здесь помогает практика, деятельность. Человек должен почувствовать, что он талантлив, что он способен, он должен иметь конкретные результаты. Если он просто будет применять приемы, но не будет изменять себя в деятельности, в практике, в конкретных результатах, где можно будет реально видеть, на что способен человек в творчестве, в деятельности, в науке, в искусстве, в учебе и так далее. Как говорится, вперед! Многие страхи развиваются на протяжении всей жизни. Но есть ли способ справиться с надуманными фобиями и навязанными страхами? Кто-то скажет, что необходимо заглянуть страхом в лицо, чтобы окончательно их преодолеть. Но это более радикальное решение. Можно искусственным образом вызвать страх и постепенно пытаться привыкнуть к пугающим ситуациям. Олеся Кадусова, Универ Новости. 4 марта в творческом пространстве «Четыре четверти» в рамках постоянного научно-популярного лектория «Милмакс Сайенс» с лекцией «Как разум делает жизнь лучше» выступит доцент кафедры фундаментальных основ клинической медицины и кафедры неврологии с курсами психиатрии, клинической психологии и медицинской генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Александр Граница. На встрече спикер объяснит, как разум используется в психотерапии и как направить его лучшие способности на помощь самим себе. Начало лекции «Как разум делает жизнь лучше» в 19.00. Творческое пространство «Четыре четверти» располагается по адресу улица Профсоюзная, 4. Открыт прием заявок на фотоконкурс среди обучающихся сотрудников и преподавателей Казанского федерального университета к семейному альбому «Прикоснись». Прием заявок осуществляется до 21 апреля, а фотоконкурс проводится в несколько этапов. Первый этап – подача заявок и конкурсных работ с 18 марта по 21 апреля. Второй этап – рассмотрение конкурсных работ и обсуждение оценка определения победителей и призеров отборочной комиссии в период с 22 апреля по 13 мая. Третий этап – награждение победителей и призеров фотоконкурса, который состоится в мае этого года. Подробнее с правилами конкурса и техническими требованиями к фотографиям можно ознакомиться на официальном сайте Казанского федерального университета. На этом все. В студии был Александр Фирсов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!